С вами только что отбегавший Гулай Павел. Сегодня у меня две игры, после которых я сразу же врываюсь на комментаторский мостик. И сначала так. Было в кампусе, сейчас в Тринте. Всем добрый вечер. У нас сейчас играет Дивизион Плюс Киевс Альфа. Они же Оранж против Техас Тех. И у нас не засчитывают его второе попадание с линии штрафа. Второй бросок с линии штрафа. Счет на табло 0-0. Восьмой номер. Наконец-то я узнаю, как его зовут. Киракосян Даниэль. Ага, так вот. Вот кто это. В общем, на Новый год, значит, с Даниэлем удалось мне поиграть в территорию мяча. Забавный, малый, веселый, очень подвижный, хороший. Ноги прекрасный рывочек у него, дриблинг неплохой. Парень с интересной техникой броска. Достаточно быстрый релиз. Посмотрим, как он у нас сегодня себя проявит. Потому что, когда мы играли в ТМ, он достаточно часто для получения пространства для броска пододвигал своего защитника рукой, что чаще всего фиксирует как пол в атаке. Ну что ж, Киевс, как всегда. Калитаев только отыграл за Канзас в кампусе. Видимо, тот сразу приехал сюда, в Тринто. Целый день у Андрея с баскетбола. У меня тоже. И, видимо, у нас вместе с Андреем синхронно. И Киевс, как всегда, играет весьма командно, организованно, дисциплинированно. У каждой команды у Андрея это отличительная черта. Это его заслуга. Не точен у нас сейчас с линией Киракосян Микаэль. Они братья? Да ладно, серьезно. Вау. А может она фамилица? Ну да ладно. Просто они не очень друг друга похожи. И Даниэль провоцирует потерю. Смотрите, как активно работает, раздергивает. И на фол сажает 84-го номера. Это у нас Калмогоров Владимир. И очередной фол Калмогорова. И как раз-таки отличительная черта Даниэля, что он очень всегда позитивно ко всему этому относится, улыбается, показывает там. Хорошо, нашел своего партнера в углу. Но, к сожалению, зал в тринке, как мне кажется, слегка узковат. Там возле трешечки. Ты ставишь туда ногу, а у тебя пятка уже в ауте. И как раз-таки застоп фиксирует судья. Кивс переходит в центральную линию. Позиционное нападение. Хорошо двигается мяч, хорошо двигаются игроки. Но потеря, потеря. По высочайшей дуге в быстрой атаке. Отправляет мяч у нас из-за дуги Григорьев Марк. 8-3 ведет у нас Техас. Использует, говорит, свой таз. Пробежку фиксирует судья. Очередная потеря. Делают замены команды. По два человека с обеих сторон садится. И Кузьмич явно не игрок. Кузьмич появляется на площадке. Явно не игрок, мне кажется, дивизионный плюс. Хотя здесь много встречаются ребята из ЛАФ, из ХАЙ. Дмитрий очень высококлассный игрок. Скоростной, с проходом, с броском. Хорошо видит площадку. Он может так построить нападение атаку. Так и сам создать себе пространство для броска. Часто индивидуально перехватывает наведение. Вот как раз он сейчас на мяче. Ой-ой-ой. Хорошо, хорошо сейчас придумал и увидел у нас Ньеренда. Тим Вани. На мяч улетел в вау. Недопонимание между партнерами произошло. Как-то очень скомканно. Извините. И вот Даниэль как раз отправляет мягенько два очка из района штрафной линии. Оставлять и давать ему пространство, конечно, совершенно нельзя. А Киевс надо начинать пользоваться своими габаритами. Потому что кроме 20... Ой-ой-ой. Смотрите, видели, как качнул хорошо. Очень рваный, приятный темп у Даниэля. Побежал, побежал. Вот как раз единственный большой у Техаса сейчас отдавал передачу. Быстро отрыв. Так, обновим заявочку. Дабы узнать, как зовут 23 номера. Потому что изначально в заявке его не было. И это у нас Усатов Георгий. И мажет, мажет с линии штрафа Даниэль. Ага. Пусть мяч, видимо, впервые зашел за команду. Спросил у своего тренера, играет ли этот состав Киевс рога. Сразу же заказал. Ой-ой-ой, Дим Ваня. Находит сложный бросок, но реализует его достаточно удачно. Мяч в кольце. Значит, все сделано правильно. Техас мяч двигает по дуге. Пытался обострить, не получилось. Хорошее забегание. По лицевой. Очередной вход. Но нет, сам решает завершить скоков Михаил. И вот Кузьмич абсолютно все сделал сам. Довел мяч до открытого партнера. Тут почему-то постеснялся бросить. Хорошо сейчас Усатов отработал на щеке. Забрал подбор. Отправил партнера в атаку. Техас играет очень, так, знаете, именно индивидуально, как это обычно свойственно молодым командам. Минимум передачи, максимум индивидуальных действий. Ой-ой-ой. Через Усатову сейчас отправляет в кольцо таким плавным полукрюком. Пушкарский Андрей. Играл я уже за Гатверс против этого состава Киевс. С отсутствием всех своих основных лидеров мы, конечно, боролись как могли, но это было тяжело. Как и против любой команды Андрея Калетаева. Но Техас пока справляется достаточно успешно. Они ведут до сих пор. Первая четверть пока за ними. У Киевс при этом пять командных фолов. Техас пока этим не пользуется. Очередной раз заказал рога Кузьмич, но в этот раз не стал. В конце сбрасывает и искать партнеров, открытых на дуге. А сам завершил с левой своей фирменной руки. Даниэль обыграл своего опекуна, Барабанова Никиту. Но сзади подстраховал, ну сзади не прикрыл мяч. И Никита выдал. Отметим, да, сразу что значит. Даниэль Киракосян, возможно, не прикрывает мяч рукой, когда уже прошел оппонента. Барабанов... Ой-ой-ой, отлично, нашел. Барабанов Никита очень хороший снайпер. Ее нельзя давать ему пространство, абсолютно бьет стабильно. Быстрая атака после выноса. Бросал вносящий. Самый элементарный, наверное, ну такой вынос. Плотно очень заслон. Пушкарский ставит. Кузьмич опять с левой. Не точен. Хорошо усатый на отборе. Отборолся, но, к сожалению, не до конца доработал. Мяч у него отобрали игроки Кивс. Андрей Калетаев просит Кузьмича двигаться посвободнее, дать ребятам поиграть, так скажем, ну, самим, да. Кузьмич последний несколько так, видите, да, передержал мяч на себе, завершал атаки. Видимо, изначальная установка Кузьмичу тренерская была непонятна. Но Кузьмич, я так понимаю, здесь именно будет как строитель, строитель такой атаки, как прораб. Ну, вот, как мы и говорили, да, минимум передачи Техаса, сразу индивидуально какие-то вот броски, идут проходы. Ребята пытаются максимально себя проявить. В защите очень неплохо работают, ребят, на ногах. Вон на гуге, на Кузьмич на гуге, но его не видят. Пушкарский делает крайне, мне кажется, сложный бросок. Выбор момента не лучший. Господи, продолжают, продолжают молодые ребята, а в этот раз Сатов Егор. Радовать нас забитыми мячами, но чисто индивидуальными. Честно, не очень люблю я именно такой баскетбол. Люблю больше командный. Хорошо Кузьмич находит Пушкарского. Бьется в дюшку. Секунда. И, нет, мяч сильно не долетает до кольца. Усатов Фигур Всполнял по сирену бросок со своей половины. Первая четверо заканчивается с счетом 16-11. Я не такой маленький миниатюрный, чтобы занимать мало места. Кузьмич находит Пушкарский. Редактор субтитров А.Семкинг-1. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Техас не очень, мне кажется, заморачивается, ничего толком ребята не обсудили. Типа, окей-окей, все, идет хорошо, ведем, играем свою игру. На скамейке Киевс Калетаев нас проводил, так скажем, воспитательную пояснительную беседу. Очередные индивидуальные действия в исполнении Егора Усатого. Два очка в копилку своей команды он добавляет. Хорошо разбрасывают. И вот Никита из-за дуги в этот раз мимо. Техас устремляется в быстрый отрыв. Киракасан Даниэль пытается... Просит уйти, будет обыгрывать один в один. Дергает. Вот то, что я говорил, да, вот здесь небольшой недостаток такой Даниэля. Он очень активно работает руками. Сейчас все люди фиксируют это на... Ну, видимо, фола на этих смотрениях не было. Кузьмич разбирается с молодыми на опыте. Быстрый первый шаг у Кузьмича. Видимо, скользко на паскетте. Кузьмич практически перехватил. В скользковатом площадке. Накапал, видимо, кучу, попотев в прошлой игре своим потом. Облил площадку. Георгий пытается массы задавить под кольцо, но опытных мужиков таким трюком не проведешь. Зарыли, зарылися в слишком глубоко игроки Киевс. Вот сейчас хорошо. Вывели, двигаются заслуженные три очка. Да, три, совершенно верно. Я разглядел. Судьи подтвердили. Поднятыми тремя пальцами вверх. Трегубов Артемов. Разрядил этот снаряд. И в ответ сразу же Георгий ему отвечает. Приятно видеть, когда крупные игроки, исполняющие номинально пятого номера. И Н2 от Даниэля. Убежал он от Никиты. Никита зачем-то сунул руку. Так вот радует, когда габаритные игроки пополняют свой арсенал согласно нормам современного баскетбола. Проблема сегодня с исполнением штрафных у Даниэля Кирхосяна. Не попадает он очередной раз с линии. Кузьмич опять полез один в один. Не дают игроки в светлой форме организовать быстрый отрыв. Усатов Егор очередной раз берет игру, чистит свои руки. На счете Скоков-Уван хорошо отборолся. Одни братья играют. Скоков-Михаил, Скоков-Уван, Кирокосян-Микоэль, Кирокосян-Даниэль, Усатов-Георгий, Усатов-Егор. Команда братьев прям. Братья по разуму, братья по духу, братья по команде. Хладнокровно сейчас Егор Усатов стоял в защите. Ожидал, что же будет делать Кузьмич. Кузьмич загрузил в краску. Промахнулись подряд. Сначала у нас промахнулся Толмогоров, Владимир. Затем у нас не смог добавить в кольцо Кошарный Иван. И мяч игроков в синим. Даниэль, отличная скидка. И три. Не точно, но будет первого на подборе. Нет, нет, успевает спасти мяч практически из аута игроки Оранж. Ой, хорошая, мягенькая скидочка в исполнении Калмогорова на своего партнера. Не забыл, если немного открытых бросков проходит. Вообще жесть какая-то после новогодних праздников. Сам не свой. Отыграл я уже сегодня первую игру в кампусе, где выбросил 0.5 из-за дуги. Сегодня в тринте из-под кольца не забивал. Не знаю, что вообще происходит. Может быть фаза луны, учитывая то, сколько промахов мы видим и на сегодняшних играх. Мне кажется, что даже такой вот, после мягкой скидки Калмогорова, я бы и такой, из-за бросок промахнулся. Начинают сдваиваться потихоньку, понимая, что игроки Техаса играют индивидуально. Киевс часто просто сдваиваются. Кузьмич очень плотно прилипает к Даниелю. На широченных шагах Кусатов-Яглар долетает до кольца. Кладет лэп. 27-18 у нас на табло, уже 9 очков разница. Преимущество становится более чем комфортным. На мой взгляд, Роняют на паркет. Даниелю в борьбе. И успел, успел. Да, Калитайев, да, вымас взять темаут. У нас 5-42. А на табло на таймере до конца первой половины. 27-18. Игра достаточно динамичная. За счет молодости ребята бегут. Но мы с вами на фоне старости отдохнем эту минутку и помолчим. Пре拍е. Поехали. Вперед. Так же. Вперед. Поехали. Вперед. Вперед. Давай, давай. Стартует у нас Игра. Если я правильно услышал происходящее на скамейке Техаса, то ничего не было сказано. Кроме двух слов. По всей? По всей. Возможно, мы увидим сейчас прессинг. Но пока нет. Не видим. Пол фиксирует Жора. Григорьев Марк. Видимо, единственный человек в команде, не имеющий в составе брата. Нарушает у нас правила, отправляя... У Майки Калетаева под 50. Вторым номером Смородины Никиту на штрафную линию. Не реализовал второй штрафной у нас Смородин. Не помогает Майка Калетаева набирать очки. Хотя, мне кажется, я был бы настолько вдохновлен, играя в Майки тренера, капитана, что забивал бы все. Точнее, нет. Я бы боялся настолько бы промазать, что забивал бы все. Кузьмич берет игру на себя в очередной раз. Хорошо борются команды за мяч, уходящий в аут. Благо, зал Тринта это позволяет. Нету стен ограничивающего. Это можно выпрыгивать, летать. И команды это делают практически не каждый раз, когда мяч летит за пределы площадки. Хорошо, в одном прыжке завершает у нас Шмелович Аркадий. Прошу прощения, если произношу фамилию неправильно. По многим людей здесь я вижу впервые. Чуть больше передач стали использовать ребята в синей форме. Это радует, но вот пока от того прессинга по всей, то, что я слышал, как мне показалось, не вижу. Но они... Да, пол. Пол в атаке. Отталкивал, отталкивал рукой. Это вот характерное движение, как у Даниэля. Сейчас проскочила и у Скокова Михаила. Очередная потеря. Альфа, пробежка. Смородин у нас совершает. Да, действительно, больше стали двигать мяч ребята из Техаса. За такой игрой лично мне, человеку прошедшую, прошедшую там спортшколу и так далее, наблюдать приятней. Баскетбол для меня лично играет. Командная. Мяч должен двигаться. Индивидуальный скиллсет нужен только для завершающих моментов. Это, когда создано, создано за счет движения мяча и команды пространства. Неплохой проход от Даниэля, но завершающая стадия слегка подкачала. Мяч, побившись с подушки, выскочил. Кивани, Грузи три. Нет, не точно. Не удается Канзасу подобраться поближе. Семь очков преимущества. Усатов опять полез. Он сам полез. Промахнулся. Много-много берет на себя сейчас Егор. Кузьмич тоже, так скажем, вдохновляется работой молодых. Кивани, очередная атака мимо. И вот он опыт. Опыт, который годами просто формируется. Это при попытке спасти мяч, искать не партнеров, а искать ноги. Соперников. Но, к сожалению, мяч отскочил уже с того, кто его пытался скрости. А ты уже приземлился в Алаке. Так хорошо боролся и, к сожалению, не достал мяч. Хорошая борьба, хороший у нас хасл на паркете. Очень важно молодым игрокам всегда играть против мужских команд. Выходить на площадку летом. Где дам, чтобы почувствовать на себе контакт. Потому что все-таки мужики играют в более такой жесткий баскетбол. Нужно, так скажем, оббиваться об эти стены. Да, Кузьмич явно не для сегодняшней игры. И игрок уровня абсолютно другого. Итак, первая половина у нас неожиданно для меня закончилась. Как-то я слишком много следил за игрой и потерял чувство времени. 27-20. У нас большой перерыв. Вернемся через несколько минут. Мистера перед подключилась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убийство организатора посредством чая просто. Убийство организатора посредством чая просто. Нет, не-не, со сливками. Если со сливками, может без сахара. так ладно все так возвращаемся мы на площадку тринты на матч оранж против техастых у нас 2720 на табло техас будет начинать и традиционно мы обращаемся к статистике за первую половину в моих трансляциях это практически стандартная рубрика лишь так подборы у нас выигрывает на удивление ребята из техас хотя габарит хорошая скидка дали о мой вообще не до понимания такое от забивать надо наказывать за такие оплошности так вот щит у нас выигрывают ребята из техаса ходе незначительно но все равно факт этот меня удивляет очень мало передачу той другой команды перехвата практически тоже нет потерю 5-6 потери а вы стандартным за половину обычного команд набирается а индивидуальная статистика посмотрим чем она нас может порадовать кирксан даниэль 7 очков слоев усатов егор 9 это максимум у стальных ребят поменьше а у киевс вообще все печально у всех практически есть набранные очки и станет нескольких буквально игроков и у всех именно по два и только утри губого артема 5 ну да не за что не за что сцепиться глазу начинается очередная атака а киевс потери в этот раз пробежка да из чужой зоны надо начинать владения подсказывает судья закопался немножечко в краску у нас кироксан микаэль но вовремя сбросил но к сожалению мяч дальше не пошел хотя были опции не все опции у нас используют в атаке техас сейчас почему-то аж сразу пять человек при выносе своем мяча без прессинга оказывается на своей половине никто еще не занял позицию раздергал даниэль на елая очень динамично проходит кольцо постарались немножко попрессовать получилось ой 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 передача хорошая и 3 секунды да абсолютно точно слишком долго они а совали мяч друг другу под кольцом кузьмич попросил никиту разина сидящего здесь и демонстрирующего всем наш свой авторитет поделиться этим авторитетом никита сказал что ему мало будем наблюдать за этой интереснейшей истории как она какое она получит развитие зря мне кажется сейчас ребята из техаса пытаются сдвоиться в районе центра который раз утис получается легко пройти этот такой полупрессинг и получить свободный бросок кольца хорош хорошо отправляет быстро отрыв и но чехлят сзади три защитника справились одним нападающим и киевс очень быстро переходит из защиты в атаку релян реализует полученную возможность жара фиксирует нарушение правила зоны потому что попал игрок свою ногу и мяч выкатился обратно на свою половину после этого возьмите загружаю за краску и хорошим амплитудным таким движением разворачивается у нас кошарный иван подвинул молодого своего такого защитника и легкие два очка набрал что-то как-то у нас знаете сбился вот рисунок игры мне очень понравилось до 2 половина второй четверти было приятно наблюдать игра была динамичной очередной заступ такое ощущение что не знают правила игроки я тех и григорьев марк очередной раз заступает при выполнении штрафного за линию мяч не засчитан очередной раз загружают в краску кошарный до 2 очка но это то же самое что мы сделали в игре с волерс то есть мы играли свою игру как только она идет хорошо и так только она не пошла и как только волерс пошли 3 очков и мы стали использовать стопроцентное оружие которое работает безотказно это грузить просто в краску на куща и он разбирался как с детьми сейчас и сделать то же самое зачем что-то придумывать если можно просто грузить и работать по краске и обратно замена возвращается только что севшая тройка возвращается у нас под 23 номером кусатов георгий который по идее должен не позволить сейчас оранж использовать преимущество своих габаритах под краской ч сайл а фон у них зум с ума 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 м м м м м м м Мощно, мощно работают у нас с корпусом под кольцом ребята из Киевс, ловит кошар на себе фолы, в этот раз на нем сфолил Скоков Иван. Отправляется Иван на линию кошарный, Даниил в том числе выполняет функцию такого тренера, выполнять замену своей команде. Игра становится достаточно грубой, переходит на эмоции, подхрамывает у нас седьмой номер, видимо досталось ему там при борьбе под кольцом. Скоков Иван садится на площадочку. И очередной фолл. Четыре командные за 3.40 до конца. Ну и сейчас можно спокойно уходить на линию практически при каждом контакте, искать краски руки соперника. Ищи, ищи, ищи пол. Но находит лишь сложный в исполнении бросок. Очередной подбор на чужом щите выигрывают ребята из Техаса. Блин, что у меня с камерой вообще? Разболталось скрепление. Кузнич быстро отрыв сбрасывает. Чехлит Капланов Артур. Еще один человек без брата в составе. Чехлит просто. Мощнейшую. Так, ладно, займемся этим в какой-нибудь перерыв. Не нравится мне, что разболталась камера. Завален горизонт. Мой перфекционист внутри меня негодует. Очередной подбор в нападении за командой в синем. Меня это, конечно, удивляет. Как такие габаритные мужики из Orange проигрывают его. Базовая спина за счет габаритов можно легко подкову закрыть. Падающий после броска мяч забрать. Практически посадил Усатов сейчас своего защитника. Мы видим просто скальковатый полкет. Снова взвинтился у нас темп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошая могла получиться атака у Техаса. Пока проходили замены, прошло достаточно много времени. Осталось, наверное, по одной атаке у каждой из команд. Хороший открытый бросок находят игроки Тивз. Но мимо. Подбор остается за Техасом. И фол. И это будет биться. И это, скорее всего, уже до конца таймера. Кошарный, Иван. Недоразумение, где был фол. Снова не идет с линии штрафа у Даниэля. И под сирену он будет исполнять второй. И снова мимо. О май гад. Так, друзья, прошу прощения сразу за то, что сейчас будет. Будем пробовать поправить камеру. И уходим в небольшой перерыв. Помолчи. Какое за что отвечает тут камера продвижная? Сильно вниз. Я не знаю. Так, конечно, вот этот подключается за такое перемещение. Но он должен перемещаться, по идее. Так, это все. Продолжение следует... Продолжение следует... Это радует... Так... Последние 12 минутка у нас началась с преимуществом в 6 очков игроков в синем... Продолжение следует... 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 Но, на мой взгляд, тоже пробежка, но все-таки старое воспитание, спортшкольное, не позволяет нам нам. Расстрелялся наконец-то у нас Егор, начал забивать и отрыв уже 9 очков. Третий фолл за 3 минуты, играет 9 минут, заключительная 12 минутка, счет близкий, у команд есть по 2 тайм-аута, но вот эти фоллы могут сыграть злую шутку с молодыми парнями. Возможно, не хватит в том числе и какого-то тренерского опыта на скамейке, потому что в 12 минут последняя работа тренера на этих фоллах, на использовании тайм-аутов, она вносит очень существенный вклад. То есть работа тренера в первых двух четвертях чаще всего, она не так заметна, потому что работают именно на работе команды сначала какие-то, чтобы подготовлены домашние задания. А вот корректировки, которые вносит уже по ходу матча, при анализе вот этих действий в первой половине, вот они уже дают свои плоды именно в четвертой, чаще всего четверти. Двойное видение зафиксировали, потеря от Канзаса. Даниэль хорошо дернул Кузьмича, открыл своего напарника на дуге, но тот сильно мимо. Хлопок при броске зафиксировал судья, а это технический фолл, как мы знаем, нельзя кричать, топать, хлопать. И технический штрафной мимо. Не воспользовался подаренной возможностью. Кроков, Михаил. Девятый номер-то был. Да, сложно, конечно. Ой-ой-ой. Усатов Георгий. А сложно это я про то, что сложно весь день, да, так вот кататься по залам, там и играть, и комментировать, там уже пятая, шестая игра, которая комментирует за сегодня, чтобы я отыграл. Но что-то я как-то начал расклеиваться, плюс я начал чувствовать голод. Мешает это думать, все, думаю, что это идея. Кузьмич отдает результативную передачу на Клеменкова, Клеменкова. Михаила. Ой-ой-ой. Ну и опять в молоко. Не, нельзя так. У нас Капланов Артур отправляет очередной снаряд, который не достигает ни щита, ни кольца, ни дужки, ни сетки, ничего абсолютно. Тревожит только воздух. Череда потерь с одной и с другой стороны. Так. Блин, как же сильно завален горизонт-то, а? Как бы это исправить? А мне, она стала еще хуже. Делаем так. Делаем так. Так. Вроде стала еще — о! Вот это нормально стало! Жесть! Наконец. Не зря получали техническое образование. Кстати, интересно. Кошарные чихлипки Рокостяна Даниэля. Но Даниэль специально, а видимо шел туда, где нечего было делать, чтобы после этого блокшота скинуть на свой партнер и тот забил 3, но что-то как-то слишком заговорились ребята в синей форме и Тузьмич этим воспользовался, забил 2 очка. Как хорошо, Тузьмич защищается. Вот. Кружился вокруг заслона Даниэль, пытавшись поймать заслон Кузьмича. Кузьмич в конце концов спалил. Очередной блокшот. Сильно перегружена была сейчас левая часть у Техаса, не задействовалась абсолютно правой, не нашли ни пространства для легкого выноса. А их потеря. Балабанова Никиту оставили одного на дуге и он, конечно же, не мажет. Не вернулся Даниэль в защиту, за что его и наказали. Даниэль потоптался. Очень долго топтался в краске Усатов Егор. И вот Киз подобрался вплотную. Всего 3 очка разницы. Пора выбрать, наверное, тайм-аут. 3 минуты до конца. Даниэль решает с дальней дистанции. Нет. Мяч не в цели. Кузьмича на опыте. 2 плюс 1. И вот есть шанс. А я уверен, что он его использует, сравняет счет. И вот как раз-таки отсутствие тренера, отсутствие взятого тайм-аута вовремя, когда Киевс устремились в погоню. Можно было это сбивать тайм-аутом. Но правда единственное, что нужно тайм-аут брать, когда есть что сказать, есть как изменить. Ой-ой-ой, Кузьмич не забил. Не забил свой бонусный штрафной. Даниэль. Вторая 3. Пробежка у Даниэля. Кабиан подбирал ноги слишком. Просеменил много. Ногами сжжор его. Попытку. Присек свистком 3 очка, которые залетели со свишем в корзину незасчитанной. И вот очередная попытка от Киевс выйти вперед, но неудачно. Опять все склонится на индивидуальные действия. Ой, хорошая передача в дальний угол. И вот этот вот шаг для отталкивания происходит прям в аут. Потеря у Техаса. Минута 30 до конца. Так, Кузьмич заказал рога. Ничего не произошло. Активно работают на разменах. Очень грамотно, кстати, игроки Техаса. Очень радуют. Все, выиграли, ребята. Последняя минута пошла. Легчайшие 2 очка на матче против Балабанова. Усатов Георгий заносит. И Калетаев берет последний свой тайм-аут. 51 и 4 десятых секунды у нас на табло плюс 3 за игроками в синей форме. Активно, что сейчас будет происходить. И Интрига. Просит без фола играть Сейчас Даниэль Свою команду Но это будет сложновато Учитывая, что если не фолить То я уверен Калетай подберет тот ключик Когда на массе Они будут забивать просто легкие Из-под кольца Есть сейчас по таймеру как минимум 3 атаки Кивз Тех Кивз А значит Можно Есть еще один фол В поле у Оранж Ну блин, достаточно много опций у Кивз Как можно такую концовку разыграть Единственное, что нет больше таймаутов Выбирают Вынос Со своей половины Дабы был полный таймер И Техас становится По всей И фол У усатого Егора И это два броска На подбор сразу же Выводят большого И Егор еще четвертый фол Парсональный Только была команда без фола И вот пожалуйста Ошибочка Никита Разин Видимо тоже посещает школу молодого арбитра Так Один из двух реализовали Плюс два Ничего не происходит Потеря Потеря Мяч останется за Техасом Судьи уходят посовещаться Интересно Девять секунд на владение Озвучивают судьи Ой-ой-ой Сложнейший бросок Егор Так Реабилитируется за свой Фол Ненужный Кузьмич Супердальняя тренина Георги на подборе И сразу же фол Фол внизу Это не пробивно еще Девяносто третий номер Четвертый фол 21 секунда до конца Персональный четвертый Команды четвертый Команды четвертый И персональный четвертый Вы нас Идут прессинговать Полят Полят на Даниэля У Даниэля сегодня Как мы видели Со штрафом Не все Ладно А это шанс Это шанс Посмотрим Как в решающий момент И в решающий момент Даниэль Реализует Как минимум Уже один штрафной А второй мажет А 18 секунд есть И 5 очков Разница Что будет делать Ты 12 Нужно бить ее Либо 3 Либо легкий 2 Кузьмич 3 Заряжает Нет Далеко в щит 5 Техас выигрывает Техас выигрывает Поздравляем ребят Отличная получилась У нас игра Спасибо вам за это Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok